Утепленная финская лента со всеми коммуникациями дома в ней. Именно такой вид фундамента мы разберем сегодня и сделаем это очень подробно. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я приветствую вас на канале компании СВ Фундамент. Это компания, которая делает все виды фундаментов, напоминаю. И сегодня мы рассматриваем подробно тот самый вид фундамента, который мы обсуждали с Сергеем Филипповым, то, как строит Финляндия. Ни УФФ не звучит. Утепленная финская лента. Она отличается от утепленной шведской плиты лишь тем, что более высокий цоколь. Такое желание нашего заказчика, и мы его исполняем на этом объекте. Итак, размеры дома 20 метров на 10 по ширине. Это будет одноэтажный каркасный дом. Мы его уже спроектировали, и при его строительстве тоже будет новшество. Мы будем использовать деревянные фермы с металлозубчатыми пластинами нашего производства, дорогие друзья. Ну, а сегодня поговорим о фундаменте. Заехала техника на участок, и подготавливаем котлован. В данном случае применяем гусечный трактор, потому что, во-первых, большой объем работы, большой котлован по площади, большое количество грунта необходимо выбрать. И такой большой экскаватор справится с этой задачей гораздо быстрее, чем обычный колесник. Немножко хочется рассказать о грунте. Ну, участок просто золото. Мало того, что нам предоставлено такое шикарное место для проживания, покажем чуть позже, здесь еще и грунт у заказчика просто великолепный. А вот посмотрите, это практически чистый строительный песок. Здесь вынуждены копать такой котлован только из-за того, что здесь есть перепад высоты. Смотришь, участок вроде бы как ровно, но когда производили исследование грунта и замер перепада высоты, выяснилось, что здесь перепад высоты на 20 метрах составляет 56 сантиметров. Поэтому для того, чтобы снять плодородный слой земли, вытащить все корни, органику, с той стороны приходится снимать грунт на 30 сантиметров, плодородный слой не такой большой, а в этой стороне на 50 с лишним сантиметров больше. То есть почти 80-90 сантиметров. Поэтому приходится копать и снимать вот этот самый интересный песок. Еще хочется в качестве оправдания сказать, почему мы так позорно поступаем с этим песком, потому что он весь перемешку с каким-то мусором. Ну так сложилось на этом участке, не знаю, что здесь было раньше, мусора здесь просто огромное количество. Ну, хочешь не хочешь, придется его увозить. Так же, как вывозим сейчас корни пней, которые выкорчевали на этом участке. Традиционно, друзья, для того, чтобы экскаваторщик четко понимал фронт его работы, определены углы дома вот такими обычными вешками. Все, что попалось вам под руку, ставите, натягиваете такую веревочку, чтобы просто был отрыт котлован более-менее по размеру. Тут, естественно, никто сантиметра, и тем более миллиметра ловить не будет. Уже после мы установим обноски и вынесем оси нашего фундамента на участок. Итак, друзья, после того, как мы выкопали котлован, выбрали весь плодородный слой, убрали его и даже вывезли излишки с участка, что мы сделали? Установили обноски, вот такие деревянные конструкции, вкрутили саморезы точно по осям нашего фундамента. С одной стороны, с другой стороны, в общем, сформировали углы. С помощью таких ниток у нас вынесены все оси нашего будущего фундамента. После этого мы произвели дренажную работу, сделали прифундаментный дренаж. Вот вы видите смотровой колодец. Как мы делаем прифундаментный дренаж, мы уже несколько раз показывали на канале. На этом заострять внимание сегодня не будем. Сэкономим ваше время. Друзья, кроме обноса, который обеспечивает четкую геометрические размеры фундамента и посадку фундамента на строительном участке, нужно еще обеспечить высоту и согласовать ее с заказчиком. Поэтому высоту нулевой отметки фундамента мы изначально вынесли на предмет, который не может изменять свою высоту. То есть это не растущее дерево, а забор. Соответственно, вынесли сюда. И от этой отметки уже производили все расчеты по высоте всех слоев нашего будущего фундамента. То есть песчаные подушки, гравийные подушки с помощью нивелира. Нулевой отметки нашей бетонной ленты, которая является основанием и так далее. Сейчас я вам попытаюсь объяснить. Расстояния здесь большие, но тем не менее, я думаю, у меня получится. Почему именно так высоко? Видите, на уровне груди здесь больше метра, метр двадцать. Сейчас попытаюсь вам объяснить, почему такая большая высота. Здесь порядка метр двадцать, метр тридцать. Почему? Потому что я уже говорил о том, что на участке имеется перепад высоты. Если посмотреть в дальнюю часть участка, то увидите, где там находится грунт. Поэтому дом необходимо поднять вверх. Именно по этой причине здесь выбран и этот вид фундамента, а не утепленная шведская плита. У плиты слишком маленький ростерк, цоколь. А для того, чтобы все это дело не засыпать, поэтому мы финскую ленту и ставим. После этого нам необходимо подготовить основание нашего фундамента. В качестве основания у нас используется железобетонная лента. Ее высота всего 200 миллиметров и ширина 500 миллиметров. Это вот как раз то, что вы видите. Поэтому мы сначала утрамбовали все основание песком. Далее уложили 100 миллиметров щебня фракции 20-40 и установили опалубку. В качестве опалубки мы использовали те же самые керамзитобетонные блоки, которые в дальнейшем будем устанавливать на это основание, на эту подошву. В качестве опалубки мы использовали те же самые блоки керамзитобетонные. Присыпали его песком с двух сторон, для того, чтобы бетон при заливке не раздвинул эту опалубку нашу импровизированную. Накрыли плотным целлофаном для того, чтобы произвести гидроизоляцию и в то же время, чтобы цементное молочко не убежало в щебень. Уложили армирующий каркас. Он у нас из трех прутков арматуры 12 миллиметров и шестеркой, восьмеркой любой арматуры. Можно их связать между собой, чтобы они не сходились. Кроме этого, не забываем про защитный слой бетона. Поэтому снизу установлены пластиковые подставки, что формирует защитный слой бетона снизу. И незабываемо отодвигать его от стенок, армирующий каркас. Как формируется армирующий каркас в углу? Соответственно, арматура вот этой стены, она заходит в ростверк этой стены. А арматура этой стены входит в ростверк этой стены. Говорю сумбурно, но я думаю, что на картинке понятно. Все это перевязывается вязальной проволокой, тем самым усиливается этот узел. Так, теперь Т-образный узел, как перевязываться. Вот у нас арматура не прерывается в этой стене. А арматура перпендикулярной стены заходит на арматуру этой стены. Вот она, раз, два, три. И перевязывается вязальной проволокой. Кроме этого, мы установили на нашу опалубку еще дополнительные блоки, чтобы они своим весом прижали. Блоки сами по себе не очень тяжелые, но их веса будет достаточно. Здесь, на этом узле, я хочу обратить ваше внимание на то, что там, где длина стены не кратна ширине блока, длине блока, мы вставили по одному блоку. Тем самым подыграли размер. У нас все готово уже к заливке бетона. Последние штрихи ребята доделывают и ждем. Через час-полтора должна приехать машина с бетоном. Заливаем, ждем несколько дней, когда все это дело встанет. И дальше приступаем уже к укладке самих блоков. А это чуть позже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok